домики здесь такие от от 300 квадратов скажем так самые скромненькие и сейчас расскажу зачем зачем я сюда вообще приехал собственно вот он дом котором мы сейчас будем производить полностью все отделочные работы наружные все-все 470 квадратов два этажа высокие потолки целом планировка довольно таки интересное просто оцените что такое это позволяет предположить что вот утеплитель который там он возможно уложен максимально аккуратно но кто его знает то что все равно надо смотреть пишите в комментариях ваши идеи почему она выглядит вот так всем привет я сейчас в краснодаре в немецкой деревне вот это кто не знает довольно таки престижный райончик не знаю отсюда видно не видно вот но домики здесь такие от от 300 квадратов скажем так самые скромненькие довольно таки престижный район шлагбаум и все дела и сейчас расскажу зачем зачем я сюда вообще приехал и в улочки симпатичные все закрыто красота собственно вот он дом которым мы сейчас будем производить полностью все отделочные работы наружные все-все вот сейчас установка септика засыпается щебеночкой песочком смонтировали септик из из бетонных колец здесь получается дом на 270 квадратов около трех лет он стоял ждал своего покупателя заказчица его купила и и начнем короче изнутри потому что здесь пока дует ветер и шумит трактор так вот купила обратилась целью получить все подключить и так сейчас я сделаю коротенький такой обзор по тому что нам досталось а потом по ходу дела буду рассказывать уже о том что мы здесь будем делать вот и так это было приобретено и сейчас мы будем поправлять то что здесь требует поправки сейчас я по ходу дела об этом расскажу заниматься благоустройством подключением канализации воды полностью территорию я надеюсь что на заднем дворе будет еще бассейн обязательно вот и полностью под ключ отделка сейчас уже запускаем работу дизайн проект потому что 470 квадратов без дизайн проекта в таком доме никуда вот это я тоже сейчас все покажу короче суть в чем черновая кладка парамакс качество кладки прям ну видал я как бы и похуже вот но 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 как бы ниже стандартов скажем так ничего вроде как критичного пока не попалась но вот такие вот штуки здесь есть то есть вот это вот все это не провибрированный бетон почему он здесь такой кто теперь узнает там снаружи по фундаменту осматривали внимательно никаких трещинок нету но вот это вот навевает грусть опять-таки кто кто видел что там по сочи сейчас доделываю переделываю там все значительно хуже значительно значительно здесь целом жить можно ничего никуда не упадет опять-таки это краснодар они сочи ну вот такие вот вещи они конечно грусть навевают окошки здесь вроде как установлены с лентами и за это время нормально себя чувствуют но где-то это прям так печально выглядит прям прям капец я потом покажу тут где-то они закрывают где-то не закрывают где-то вот их вот так вот прилепили просто есть они есть будут они там функцию свою выполнять или не будут никого не волновало ну еще раз кладка просто просто оцените просто оценить вот это может быть выстрел сюда был может что не знаю пишите в комментариях на самом деле что думаете по поводу такой кладки вот в вашем регионе как она повторюсь 470 квадратов два этажа высокие потолки целом планировка довольно таки интересная кое-что мы здесь будем менять стенки здесь не все несущие их можно будет подвигать окна так неплохо пока цены за за это время в некоторых местах но это тоже не страшно здесь два с половиной этажиком вот мансардный наш любимый стандартный каркасный крыш каркасная там вылезу на крыше покажу еще один фокус вот здесь тоже вот лента лента сделано ну вот это вот все это прям оттирать оттирать окна нужно будет защищать зачищать вот при этом ну как бы потолок на вид такой нормалек лесенка на второй этаж погнали второй этаж вот что тут по лестнице пока мы не проверяли но что есть то есть это вот вся красота присутствует лестница с изысками потом в отделке не знаю что будет по дизайн проекту очень надеюсь что стилистика здесь будет такая что вот эти вот полукруги срежутся полукруги радиус потому что ну потому что че с ними здесь вообще будет непонятно если вдруг они останутся это конечно очень интересная специфическая возня будет для плиточника вот собственно шаг у ступени ну ну прям минимально такой вот комфортный для дома такого класса скажем так тоже качество заливки и полов но что есть то есть ничего смертельного это все поправляется понимаете как длится как хотите почему она так вот здесь классные светлые большие комнаты просторные видовые там уже окраина там получается центр напомню это немецкая деревня довольно таки престижный район краснодаре что еще рассказать ну вот здесь вот стеночка из керамического кирпича тут из парамакса тут стоят в целом целые сеточки оконные вот я уже все показывал пленка составившуюся вот это вот грусть печаль но повторюсь это все это все мы исправим и уберем но нужно понимать что такие вещи их нужно не просто замазать да а какие то из них ключевые и их нужно обязательно поправить и переделать вот например такие вот штуки пена то есть если не загерметизировать нормально окно откос будет потеть и ну как бы грустно будет наблюдать дорогую отделку куда идет это щель непонятно смотреть грустно будет наблюдать дорогую отделку и потеющие откосы то есть вот это все поправлять нужно будет нужно будет герметизировать потому что это прям некрасиво некрасиво а еще сейчас внимание подует ветер о в общем смотрите сейчас покажу поближе в чем дело там вот дует ветерочек не сильный не сильный вот это вот что такое вот это вот это называется отлив который вот здесь вообще просто сам сам по себе своей жизнью живет соответственно сообщает сообщает с какой стороны дует ветер и какой он сил можно считать сколько стуков в секунду он совершает и вычислять скорость и вычислять скорость например здесь ну здесь та же самая картина то есть отливы нужно нужно поправлять вот он кстати задний двор с террасы сейчас там пока временное сооружение ну вот сами окошки вроде как достаточно приличного качества рехау что здесь у нас зигения в качестве фурнитура однокамерная два стекла где то там формула написана но не суть в общем нормально для краснодара в принципе приемлемо хотя в дом такого класса ну я бы вставил конечно двухкамерные стеклопакеты все таки ну тут уж что есть то есть вот соответственно что вот еще раз гостиная не гостиная холл второго этажа пошли комната комната санузел гардеробная комната комната примерно так но это идейка такая наверно была как оно будет дальше зависит теперь от дизайнера и от заказчика вот это вот это вот ну почему так никто не знает вот что вот это такое что вот это такое непонятно но мы сделаем из этого просто конфету идем дальше дальше вот кладка ну просто чтобы вы понимали мы такую кладку не делаем мы делаем красиво и хорошо где-то тут где-то тут можно посмотреть другую комнату через кладку ну не суть много где можно короче и вот он мансардный этажик здесь на самом деле с точки зрения каркасной по крайней мере то что я вижу не так уж все плохо вот пленочка доска вот она как бы простояла здесь сколько времени она была не черная обработана была даже в целом более или менее ровно прикручена правда на один саморезик на один саморезик ну так вот ну ничего не отвалится даже вот тут вот старались проклеивали скотчем который для этого не подходит но сам факт то есть это позволяет предположить что вот утеплитель который там он возможно уложен максимально аккуратно ну кто его знает потому что все равно надо смотреть потому что пленка здесь давно вот тут краями уже всыпается вот монтаж мансардных окон это конечно отдельная песня сейчас если Димон смотрит он наверное всплакнул но мы его скорее всего и позовем оценить это все и скорее всего перемонтировать окошки вот ну и будем открывать смотреть крышу надо ли не надо там что-то переделывать и на крыше покажу еще пару интересных вещей ну вот это классика два три черных саморезика укрепили тут вот уголочки все все по красоте ну вот и скотчем оно прям было как будто бы проклеено но вот смотрите чем отличается обычный скотч который продается в магазине от профессиональных скотчей для проклейки пароизоляции или ветрозащиты да он отличается тем что вот этот скотч через короткое время у него клеящий слой высыхает и он ничего не держит здесь вот кирпич которого вообще в других местах на доме нету видимо было немножко это не принципиально по большому счету просто некрасиво вот так вот здесь что у нас выходы в другую комнату ну вот в целом вот прям более или менее да вот с одной стороны вот тут вот утеплитель есть с другой стороны вот тут уже порвано и вот тут порвано ну надо смотреть здесь надо смотреть могло бы быть и хуже могло бы быть и лучше никого наверно не буду ругать вот просто сейчас это снимаю для чего для того чтобы показать как бы с чего мы здесь начинаем вот чтобы было интереснее смотрите вот здесь тоже видать скотч был для того чтобы было интереснее потом смотреть что из этого получится уровень вкладки ну так себе немножечко не горизонт тут я вот камеру пытаюсь выставить по направляющим ну вот видно что тут что-то тут не сходится или стойки или стенка или то и другое вот ну типа неудобно было ставить параллельно ну да ладно стоит и стоит ну а теперь на мансарду хоп-хоп-хоп сейчас вылезу покажу что здесь есть вылез я в это замечательное мансардное окошко вот есть у меня подозрение что не стоит здесь стоять ну что есть то есть хочу что показать вот эту вот замечательную крышу пишите в комментариях ваши идеи почему она выглядит вот так вот я не знаю видно наверное видно вот тут вот кто кто скажет вот этот вот скатик тоже вот в таких местах снимать как-то по-другому все равно не вариант вот что я хотел показать вот это я хотел показать вот видите да понятно что вот эти вот прекрасные замятия это спасибо кровельщикам ну или установщикам мансардных окон а вот вот эти вот следы короче пишите ваши идеи пишите ваши идеи вид здесь классненький вот это как будто бы окраина пока скорее всего в ближайшее время здесь тоже что-то построится ну а здесь немецкая деревня во всей красе небольшие домики по 300 квадратов вот как-то так в общем прошлись мы сейчас по всем этажам показал я что у нас есть внутри сейчас покажу еще что снаружи вышли наружу и погнали здесь под машину но мы к нему вернемся здесь сейчас вставим септик и вот эти вот прекрасные дребезжавшие татливы вот что сейчас покажу интересного покажу сейчас как тут фундамент был сделан вот кто-то в Сочи всплакнет потому что там там тоже так бывает там такие дома не живут вообще нисколько после продажи здесь он будет жить еще потому что в принципе не тресну вот он уровень грунта вот он фундамент закончился и это тут копали искали канализацию сейчас это буква К отмечает канализацию короче вот он вот он фундамент оп а вот он грунт все спасибо все свободны там как будто бы есть немножечко щебеночки но она рядом а не под фундаментом под фундаментом ни хрена не было вот 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 как так можно кто не понял так нельзя вот под бетоном под бетоном должна быть еще подушка щебеночная подсыпка и в целом здесь фундамент ну я вот без рулетки скажу да и собственно понятно будет без рулетки что он здесь ну типа там 40 сантиметров 50 сантиметров в Краснодаре глубина промерзания в некоторых по моему справочниках 60 еще есть но по факту 80 с запасом ясно что она так не промерзает нужно брать 80 все равно хоть и не промерзает но кто где так делает кто-то себе так делает кто-то нет вот вот это было наверное не себе поэтому здесь так это выход на террасу на заднем дворе хороший просторный дворик это не знаю видимо закладные под что-то остались и вот тут что интересно утепленная утепленная крыша почему зачем ну может быть не знаю что может быть может быть думали что здесь будет стеклиться при желании это было бы такое желание тогда бы и надо было утеплять сейчас получается будем смотреть что с этим совсем делать и вот тут вот такая вот загадочная штукинь вот окно стоит и ничего нету заглушка у меня есть теория что здесь должен был быть какой-то балконный блок но потом что-то не сложилось почему не сложилось не знаю вроде и там выход есть ну что есть то есть и что здесь будет пока пока не знаю покажем потом вот утекающая куда-то вода куда она течет никуда под фундамент она течет здесь ни крена ни отмостки ничего сейчас нету при том что он вообще нифига не заглубленный вот очень хорошо что его до сих пор не поломало и вот это вот навес под автомобиль это вот замечательное пустое абсолютно неиспользуемое пространство лютая подшивка и вот как бы немножечко немножечко что-то короче не сложилось вот почему они не соосны я не знаю потому что по факту ну кто мешал сдвинуть сюда вообще непонятно вот такое ощущение что мы просто делали по размеру а на то что стоит оно не по центру никто внимания не обратил ну то есть вот ось вот этого и ось вот этого не совпадает это в данном случае наверное не смертельно ну просто некрасиво и грустно узнаете беседочку тут у нас гарантийный случай вот что здесь произошло вот такая вот штука у нас закорридировали отгоняли прикинь шляпки смотри отваливаются они все хотят желтый пассерованный прикинь сейчас как-то обман все испытания прошли вот все что могло произойти оно в принципе происходит обычно в первую зиму вот такое живое в и у в и и Продолжение следует...